ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян вот мой инстаграм подписывайтесь если вдруг еще не подписаны впервые попали наш канал мы приехали в наш пожалуй любимый город анапа мы сюда первый раз попали всей семьей в составе уже четыре человека в каком году 2017 году в июле да обалдеть мы наконец-то снова здесь покажем вам сейчас куда мы заселимся покажем пляжи что-то еще покажем посмотрим где мы сегодня погуляем а перед этим давайте я вам немножко покажу дорогу мы выезжали с краснодара погнали в новый выпуск анапа крепостная 75 вот смотрите ехать нам 180 километров три с половиной часа выезжаем в общем и из района вот смотрите в нашем районе есть дорога вот в этом районе тут дорог уже нету просто ложить асфальт не стали и вот в соседнем районе тоже можете сами посмотреть как обстоят дела с дорогой здесь такое некое бездорожье вот так вот видите оп-оп-оп вот такие вот дела песники снят дорога вам но самое главное посмотрите какая замечательная парковка с левой стороны эти класс невероятно клево немножко да вот покажу вам краснодар так вот мы залили на две тысячи почти 42 литра заехали мы в поселок или это станица н.м. называется н.м. как м.н. м.м. вот здесь немножко такое затруднение едем 40 километров в час и развязочки больше наверно частного сектора есть видите придорожные всякие модели так спустя час и десять минут и мы снова на заправке но не для того чтобы там заправиться а для того чтобы сходить всем в туалет а там начинается пробка вот на заправке выехали и вот начинается вот такая пробка вот вроде бы сто с копейками недалеко но едешь во первых знаки много где стоят 40 либо вот так вот 70 как вот сейчас здесь камеры висят особо не разогнаться и из-за этого конечно ехать не час полтора все четыре иногда и больше например если ехать я думаю что в пятницу так вообще пробка была просто из-за светофора и вот мы заезжаем афипский не знаю поселок или станица это или вообще там район река афипс вот тут протекает дорога конечно капец покрытие новороссийского дорога уходит правее и мы соответственно уходим тоже правее блин такая дорога хоп знак все можно ехать 90 проезжаешь два километра весит на 70 проезжаешь еще два километра 90 потом хлоп 40 да по такой дороге прям сложно ехать не знаю как вам вот видите опять вот все 7 и закончился только въехали уже 7 и закончилось всеми камерами заезжаем в ильский здесь начинается пробка а точнее не здесь и незадолго до этого станицы поселок начинается пробочка и вот так ползем 10-20 километров в час не знаю из-за чего сейчас посмотрим наверно тоже какой-то светофор горит поток большой как говорится москвичи едут движение достаточно плотно даже там виски знак 90 90 не едем 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 меньше все стартанули в отпуск завтра 1 июля вот мы кстати едем 30 июня июня в анапу напомню вот вроде бы только что сел знак 90 но мы не ехали 90 мы ехали 50 и вот тут же знак 70 то есть вся дорога вот такая 90 50 70 40 заехали мы в холмску и здесь снова камера вся дорога сыпана в камеру в общем кто будет ехать пообнимательней аккуратней не нарушайте здесь есть автосервис автозапчасти здесь есть столовая да вдруг как будто будет нужна такая кожаная станица такая зеленая домики такие старинные но не новая застройка вот еще одна камера и какая-то небольшая пробочка в общем холмская заканчивается и мы выехали из пробки держат все там светофор поворот направо это как бы такая главная дорога ну и вот как трасса а ехать мы не можем потому что впереди огнеопасно дальше едут вот эти любимые камазы которые возят местную еду в этих там колонны идет а дальше вот смотрите дорога уходит прямо на абинск или абинск и вот сюда левее как бы главное да уходит на новороссийск вот нам именно сюда ой впереди горы горы любимые горы так смотрите выезжаем за крымский у нас появилась на табличке анапа порт кавказ вот так вот едем значит славянцев на кубани темрюк направо это кстати как раз азовское море посмотрите выпуск с азовского моря с кучугуры ссылочку я оставлю в описании вот смотрите крымский мост 160 километров тут есть указатель нижнебагенский 7 горный 19 в российском 54 опять камера на 7 господи мы так долго 20 километров ехали вот было 74 на вот они камеры стоят внимательнее аккуратней сразу же здесь может быть кому-то будет нужно есть заправка тут я не пойму вроде цвет как роснефть но не знаю что это заправка написано просто азс вот тогда не рекомендуем слева виноградные поля справа виноградные поля и добро пожаловать в анапу ура вы в анапе да добрались мы значит до анапы до самого места нам еще ехать может быть километров 10 ну что вот уже и началась анапа со своими высокими домами торговыми центрами какими-то фастфудами ребята сегодня от 30 июня мы сегодня заселяемся ну типа мини отель гостевой дом сейчас я вам покажу где это будет проведу там вам экскурсию может быть кому-то что-то кому-то понравится и вы тоже приедете сюда отдыхать завтра 1 июля и все краснодарские курорты должны брать у заселяющихся либо отрицательный тест либо сертификат о прививках вот такая туристика соответственно я тоже хочу этому гостевому дому задать вопрос что будет завтрашнего дня так что не переключайтесь спросим если вы приедете в анапу на своем автомобиле и решите здесь кататься куда-то ездить путешествовать либо вообще в принципе передвигаться по данному городу то знаете анапа очень сильно стоит пробки здесь красные бордовые местами желтые не местами бордовые а именно местами желтые поэтому будьте к этому готовы если вы выбираете здесь двигаться на своем транспорте то не нервничайте мы сейчас двигаемся по центральной части анапы здесь прямо администрация находится где-то в двух шагах посмотрите какие сосны такая теневая зона и самое что прикольное что вот это все подсвечивается видите такие палки свисают клёво вот такая здесь площадь вот он такой сквер и мы вот тут вот прям поворачиваем налево и и где-то тут у ребят находится их гостевой домик в теньке в клёво в таком сквере мне нравится вот ночь налево повернули и вот туда прямо идти к морю так вот еще 100 метров 75 дом нам нужен вот они тут слушайте вот мы только подъехали но я вижу уже плюс это вот этот сквер который весь теневой и в соснах но еще как плюшка это большой скейт-парк огромнейший дом сейчас спустимся я вам покажу это еще у ребят вот такие как бы отельные так сказать номера а еще есть домики слушайте ну круто пощилить скейт-парк вы тут вот у ребят парковка слушайте а вот сходу вопрос ребята которые к вам будут приезжать с первого числа им нужно с собой будет привезти да либо это сертификат все понятно но вы поняли это херня во всем краснодарском поэтому от этого не убежишь виноград зона вон темк уже а это родиончик вот оседлал это баня у вас да можно брать а это баня ой здорово ничего себе вот видите вот так вот супер и вот такая вот детская зона турничок ну эти бескаркасные кресла и и качалка да короче в такую жару надо идти в баню о я села увидел неприметное баскетбольное колечко и для тех кто любит турнички ребята здесь также есть турничок так давайте знаете как с вами сейчас сделаем сходим к морю если у нас там получится позволится толпа мы искупнемся а потом придем и я покажу вам обзор нашего номера такой будет классный ром ту давайте и отправились мы на первый пляж через прекрасный сквер но это не центральный пляж а дикий хотя там есть инфраструктура купаться там не совсем комфортно так ребята это море ух ты у нас все очень скользкие смотри да оденим и так хочется но я прям уехал нога идите аккуратно короче здесь прям камни я не знаю что это за напа но фу обычно это песочек а здесь а здесь вот так здесь нет пелезы вода теплая но учитывая что мы шли здесь прогулялись очень хочется окунуться ребята поэтому поэтому вы вместе со мной сейчас все дальше не ходи там глубина начинает здесь окунайтесь и все да ты прям ходишь по водорослям все все вот здесь так да я окунусь все окунаемся ребята и выходим зато какая тут прекрасная набережная сами посмотрите и вот и 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 Ну что, ребята, я готов вам показать номер гостевого дома Эдди Расс. Так, мы зашли в наш номер. Номер двухкомнатный. Нас здесь сразу, смотрите, встречает, значит, держи, Родион, ключи. Вот такая кровать двуспальная. И очень приятно, что встречают вот такими вот презентиками брендинговым детям. Это, ну, это огромный плюс. Дальше висит картина, окно. Самое главное, есть кондиционер. Тут сразу же туалет. Все чистенько, аккуратненько, вот даже новенькая. Вот такая вот ванная комната. Ну и, соответственно, да, зеркало, фен, сушилка, белые полотенца и вешалочка. Тут также есть, как бы, такая а-ля прихожка для обуви и для одежды. Есть небольшой комод, где можно разместить свои вещички. Шкаф. Еще нужно делать вот так. Как? Вот так, вот, Родион показывает. Правильно, вот. У каждого получается свой светильник. И что мне сразу понравилось, что здесь есть сейф. Как на отдых, в любом случае, приезжайте с дорогими вещами, с какими-то украшениями и с котлетой денег. Поэтому вот сюда вот убирайте, выставляете код и все спокойно. Классно, вот это вот отельная тема. Молодцы, ребята, прям 100%. И у нас есть вот такая вторая комнатка. Здесь есть диван, который раскладывается. И тут у нас есть кухня. Есть стол, такой небольшой, но нам хватит. Есть телевизор. Есть, значит, смотрите, микроволновочка. Есть чайник на 4 персоны. Так, также здесь раковина, мусорочка. Ну, все как нужно. Плитки, не вижу плитку. А не вижу я ее, потому что тут нужно готовить в мультиварке. И, соответственно, холодильничек. Все чистенький, не воняет. Ну, и, соответственно, окно тоже есть. И Темка. Так, и смотрите, в комнате я забыл показать. Тоже есть телевизор, соответственно, два телевизора. Мне сразу нравится, что это белые простыни, белые полотенца. Да, ну, здорово. И у них также есть, смотрите, вот такие правила, как пользоваться. Так что, ребята, если заезжаете, обязательно, обязательно, значит, соблюдайте эти правила. Не обесценивайте никогда людей, которые стараются для вас. Самое, что клевое у ребят, это то, что, знаете, когда вот вы приезжаете с дороги, жечь как устали, хочется кушать. И вам не нужно искать столовую, потому что у них своя столовая и находится прямо на территории. И ещё прикольно, что здесь ты можешь, значит, видите, и числа идут, можно написать пожелание. Нет. Сколько персон, да, я так понял. Нет, не пожелание, а типа из того, что завтра будет, ты выбираешь и пишешь, сколько человек, чтобы они порционно готовят. Видите, как круто. Это включён завтрак, потому что... Да, и завтрак в стоимость включён. Пошлите, Настя, вот проход. Вот, видите, здесь как бы есть вход с улицы для людей, которые, ну, мимо, как говорится, проходили. А для своих, вот, тут прям вход, это их столовая. Сейчас будем с вами смотреть, что там. Здравствуйте. Вот такая столовая, маленькая, миниатюрная. Вот, даже есть заряженный арсенал для взрослых и для детей. Так, в общем, мы взяли 4 супа и борщик, Настя, и хлеб. И вышло всё это на 220 рублей. Знаете, у нас в Анапе есть любимое блюдо. Ну, это как бы шашлык на деревянных шпажках, маленькая картошка и куриная грудка. Это как-то асулаки, что ли, называют, или что-то подобное. Точно не помню. И такую тему мы ели только в Анапе. И вот мы ходим, бродим уже полчаса, пытаемся найти, где здесь продают. Дошли его до такого сквера. Ух ты, смотрите, как всё начало светиться. Здорово. Это мы дошли уже снова до моря, только получается, с другой стороны, где, видимо, морпорт. Сейчас посмотрим. Ну да, видите, здесь всякие, какие-то лаут-зоны. Прикольные лавочки, экскурсии, кафе. Так, ну что, здесь такой есть крутяцкий гриль с температурой. Сейчас мы будем его пробовать в действии. Во как. Так, в общем, всё, как мы любим. Сегодня на вечер решили. Куриную грудку Настёнка замариновала. Гриль, конечно, вот этот, бомбовый. Заодно вам такой обзорчик. Вот сюда вот можно сложить картошечку. Сюда куриную грудку положим, а потом картошку вот так вот ещё закрыть. И она будет пропекаться под какой-нибудь температурой. Вот вдруг кому-то нужно, то вот название. Чехлёвая, конечно, тема. И вот будем вот так вот сидеть, прекрасный воздух на террасе. Ещё фишка у гриля следующая, что вот есть крутилка такая. И, допустим, нужно пониже опустить уголь. Шикс опускаете, нужно, не трогай только горячо, повыше шикс. Плюс есть такая печка, куда можно дозакидывать. Вот. Вот так вот шампурики, решёточка такой, столик. И здесь угольки. Зачёво я всё загрузил. Картошка уже печётся минут пять даже. И курица. Вот это у нас ужин получается. Смотрите, какая красотища. Блин, я не знаю, гриль просто великолепный. Так он готовит чётко, ничего не пригорает. И всё прям пропекается как нужно. Так, ну что, вот такой вот ужин у нас получился. Картошка, овощи, куриная грудка. Вот так вот у пацанов чаёчек. Всё, всем приятного аппетита. Ну что, у нас в этом отеле первое утро. Мы забрались опять на террасу. Вчера здесь ужинали, просто уже было темно. И самое штуковое в этом отеле, это то, что завтрак уже включён в стоимость. Вот смотрите, я вам показывал, что на выбор можно выбирать. Вот мы выбрали две запеканки, мне и Настеньке, а у пацанов омлет. Дальше бутерброды в стоимость не входят, а компот в стоимость входит. Бутерброды по 30, нет, не по 30. Короче, за 4 бутерброда мы отдали 60 рублей. Так, а ещё хозяева возят вот такие вот экскурсии. Поставьте на паузу, посмотрите. А возят они на экскурсию вот на вот этом большом микроавтобусе. Так что пишите им в Инстаграм, уточняйте, что и как, и бронируйте номера. Будем сейчас двигаться на центральный пляж Анапы, где песочек. Так, ребята, мы всё-таки отошли подальше на Золотой пляж. Здесь людей поменьше относительно того берега. Это, видимо, связано с тем, что просто не охота никому идти по солнцу. И вон там уже людей очень много. А здесь прям такое окошко, что можно, в принципе, вот спокойно зайти. Не так уже многолюбно. Поэтому сейчас дойдём до того момента, где хотя бы будет вот так. И вернём. Вот кто-то ругает Азовское море за мелкоту. Вот в Анапе также. Вот мы шли по поясам, вот я снова иду по колено. Так, сколько идти, не знаю. Но мы уже далеко. Обстановочка, ребята, вот такая вот. Да, прикол, конечно. Фух. Но вода, вода мне нравится. Плавают рыбки. Здорово, не ледяная. Она бывает такое течение резко. Вот так, чик, сменяется. И вода становится леденющая. Так. Фу, пока зайдёшь, уже устанешь. Ладно, я предлагаю... Я предлагаю прям тут нырнуть. Давайте, готовы? Раз, два, три. Вода очень клёвая. Ух. Какой кайф. Да, подальше ушёл, и всё нормально. Всё-таки этот отель я точно рекомендую. Почему? Потому что с него очень удобно добираться до любой достопримечательности. И самое главное, помните, в середине выпуска я вам показывал про то блюдо, которое мы хотели найти. И вот мы его нашли. Вот. Это вот такие куриные шашлычки. Как они называются? У нас партия. Ну, типа, сквозь. Да. И они подаются. Вот эта порция стоит 100 рублей. Картошка 50. Маленькая картошка. Да, и получается, эта порция всего лишь 100 рублей. Помните крест? Вот такой вид открывается отсюда ночью. Шикарная смотровая площадка, где открывается вид на всю Анаду. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом виде ролики. Пока.